Друзья, всем привет! На связи Мистер Сойер и это небольшой видос о изменениях, которые произошли в Таркове сегодня. Они довольно важные, поэтому я решил сделать короткое видео и рассказать вам о них. Вы наверняка заметили, что в последнее время на картах было очень мало лута. Плюс разработчики недавно запустили ивент с динамическим лутом, который перемешал вообще весь лут на карте и все привычные места лута были поменены. Этот ивент до сих пор идет и я подозреваю, что разработчики таким образом тестируют новую механику, которая скорее всего в игре останется навсегда. Поэтому привыкайте к тому, что лут может появляться где угодно. Но сегодня в твиттере появилась новость о том, что шанс спавна лута был поднят приблизительно на 22%, что весьма внушительно. Мне очень интересно, ребят, почитать ваши комментарии по поводу того, заметили ли вы, что лута стало больше на карте. Пишите, очень интересно. Вторая новость касается неисправности оружия. Шанс появления неисправности был понижен примерно на 50%. По своим личным наблюдениям я могу сказать, что они в принципе и так не часто появлялись, эти неисправности. А теперь по идее должны еще на 50% реже появляться. И в дополнение к этой новости также на этой неделе произошел баф патронов 45-го калибра. Если вдруг кто не знал, там довольно сильно поменяли цифры. Вы сейчас можете видеть их у себя на экране. То есть в принципе тут много чего интересного произошло. Например, вот дэмэдж 45 от ЦП был поменен. Армор дэмэдж на 48% вместо 43. Проникающая способность на 38 вместо 36. То есть неплохо, да? 45 рипы. Теперь нужно 2 шота всего лишь, 2 попадания, чтобы убить цифры. Сами можете посмотреть, ребята. Много всего интересного. Я думаю, с этими патронами теперь будет повеселее бегать. Ну, мы посмотрим, попробуем, естественно, потестируем. Ну и последняя новость на сегодня. Это фиксированный спаун рейдеров. До этого, когда вы активировали лифты, например, на лабе, да? Рейдеры могли заспауниться в рандомной точке на карте. Теперь же их спауны будут привязаны к конкретным позициям, которые будут разбросаны по карте. Но остается открытым вопрос про карту резерв. Что будет там, когда активируешь кнопку, где будут появляться рейдеры? Тоже будет очень интересно, ребята. У кого, кто уже потестировал, может быть, на момент просмотра этого видео, пишите в комменты, где были рейдеры, где заметили, где они спаунятся. Тоже будет очень интересно. Ну и про лабы, естественно, тоже. На этом интересные новости закончились. Спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. И мы скоро с вами еще увидимся. Всем пока.